6 тысяч миль под парусами от Клайпеды до Нью-Йорка решили пройти литовские яхтсмены. Конечно, по сравнению с океанскими судами, яхты выглядят довольно скромно. Но ведь еще древние римляне говорили, не стены, а мужчины решают исход борьбы. Каждый из 22 яхтсменов хорошо знает вкус морской соли. Так, экипажи яхты дали составление земельницких художников, неоднократных победителей международной регаты Балтийского моря. На борту другого парусника, Аудра, работники Кауновского завода искусственного волокна. Они тоже были первыми на международных гонках. Более 10 лет такой стаж морских походов каждого из членов клайпедского экипажа яхты Литова. Трассу похода выбрали не случайно. Она совпадает с маршрутом, по которому 56 лет тому назад, одним из первых в истории мировой авиации, через Атлантический океан перелетели литовские летчики Дарью Сигеренос. Для виз нынешнего похода океан должен сближать людей и народы. 10 июня, если только Нептун будет благосклонен, небольшая эскадра яхтсменов появится в акватории Нью-Йоркского порта. Во всяком случае, дойти до американского материка, они намерены быстрее, чем это сделал Колумб. Затем белокрилые яхты отправятся обратно к родним берегам. Вчера в Нагорном парке Вильнюса проводился митинг, который был посвящен межнациональным отношениям и организован был Межнациональной координационной ассоциацией Литвы. Вечером местное телевидение передало на эту тему репортаж, в котором репортер Ванда Придите говорила, что едва ли центральная пресса будет освещать этот митинг, а если и будет, то едва ли объективно. Ну, мы должны сказать, что центральная телевидение снимала это событие, и мы сейчас вам его покажем. Несостоятельные утверждения и очевидны. И сказать нет советскому республиизму, империализму, нет огромному толпозу, который открывается в Советский Союз. На митинге была принята резолюция по проекту платформы ЦК КПСС по национальному вопросу и заявлению ЦК о положении в республиках Советской Прибалтики. Резолюция была негативная. Сегодня был другой митинг, созванный только что родившимся Комитетом защиты советской власти в Литве. Вот фрагмент его обращения к населению. Сознавая, что социализму и советской власти в Литве угрожает смертельная опасность, мы полностью одобряем заявление ЦК КПСС о положении в республиках Советской Прибалтики, так как являемся непосредственными свидетелями беспрецедентного по своим масштабам кампании по подготовке к выводу Литвы из состава СССР. Наверное, не случайно это чувство тревоги за судьбу в социализме и республике собрало на митинг этих людей. Такие митинги вызывают чувство тревоги. И чтобы не заканчивать репортаж на этой тревожной ноте, сегодня ведь воскресенье, хочу сказать, что не только митингами живет прекрасный Вильнюс. В этот воскресный вечер ярко светятся гирлянды оперного театра, возвращаются садоводы и грибники из загорода, звучит музыка в ресторанах, кафе, звучит разноязыкая речь. Сегодня завершилась сессия Верховного Совета Литовской ССР. На ней принят закон о крестьянских хозяйствах в республике. В соответствии с ним, земля, предоставляемая крестьянину в бессрочное пользование, с правом наследования и бесплатно, не подлежит свободной продаже сдачи в наем. Важная деталь. Начальные работы по землеустройству крестьянского хозяйства осуществляются за счет государства. На сессии также принят ряд других законов. Были рассмотрены персональные изменения в составе правительства Литовской ССР, обсуждены другие вопросы. В Таллинн съехались клавы правительств Прибалтийских республик, представители правительств РСФСР, Беларуси, Молдовы, а также Моссовета, Ленсовета и Леноблсовета. Во время совещания, а также предварительных консультаций, были определены главные направления налаживания системы прямых межрегиональных экономических связей, другими словами, системы союзного общего рынка. Примером того, как еще игнорируется суверенное право республики на экономическую целостность, был приведен факт о создании на территории Эстонии ассоциаций промышленных предприятий союзного подчинения «Интеграл», не подчиняющегося властям Эстонии. Сегодня было принято обращение Совмину СССР с предложением отменить распоряжение от 2 июля о создании ассоциаций. Участники совещания решили следующую встречу провести в Таллине в сентябре. В Вильнюсе в эти минуты начинается республиканский праздник песни. На Горном парке, извещая о начале национального праздника песни, перекликаются «Балдитес», «Лумсдалей», «Канклес» и другие музыкальные инструменты, на которых играли еще наши прадеды. В случае образцами, созданного веками народного творчества, в столицу прибыли около 34 тысяч пилцов танцоров-музыкантов, а желающих было намного больше, ведь музыки, танцы, песни, свой досугу в Литве отдают сотни тысяч людей. Традиции таких праздников очень глубоко вошла в жизнь литовского народа. Республиканские праздники бывают каждые пять лет, но на нынешнем заметны новые краски. Нет больше репортариев, пышных шествий, кантат, бальных танцев. Все внимание народному искусству. Кроме ансамбля песни танца, а именно всех выступлений, начинается праздник. Из разных уголков республики собрались оркестры народных инструментов, капеллы народной музыки, хористы, фолклорные коллективы. Завтра, в день танца, праздник охватит скверы и площади, распространится по всему городу. А в воскресенье, в исполнении многотысячного хора, над Вильнюсом поплывут народные песни. Новое, полностью автоматизированное производство начало действовать на Вильнюсском заводе сверла. Завод полностью обеспечивает потребности предприятий нашей страны, поставляет высококачественные сверла всем сатистическим странам, а также экспортирует свою продукцию в такие развитые капиталистические страны, как Австрия, Япония, Италия, Швеция, Канада, Финляндия, Франция. Всего 84 страны мира. По обоюдовыгодному договору, вильнюсы получили от фирм Юнкер и ВИСК Федеративной Республики Германии технологию и оборудование для производства сверл нового типа. А в обмен обязались поставлять изготовленную здесь продукцию ФРГ. Новое оборудование, установленное на вильнюсском заводе сверл, является самым современным в мире. Работает в безлюдном режиме в течение трех смен. Сегодня в Вильнюсе состоялась первая пресс-конференция нового правительства республики. На ней выступили председатель Совета Министров Литвы Прунскини, ее заместители Бразаускас Озелас. Они рассказали журналистам о первом заседании кабинета министров, на котором были рассмотрены организационные вопросы. Участники пресс-конференции ответили на многочисленные вопросы. Отвечая на вопрос нашего специального корреспондента, какие конкретные меры, какие шаги планирует правительство для выхода из тупика, в котором оказались отношения между Литвой и Советским Союзом после 11 марта, то есть после принятия решения о немедленном выходе республики из состава СССР, Казимира Прунскини ответила. Во-первых, мы не о выходе говорим, о восстановлении государственности, это одно, а другое мы не только планируем, но мы и действуем. У нас есть постоянные контакты, такие отдаленные контакты с правительством Советского Союза и односторонние обращения и к президенту Михаилу Горбачеву, и к председателю Совета Министров Николаю Решкову о незамедлительном начале переговоров или, по крайней мере, консультаций по началу этих переговоров. До сих пор мы конкретных ответов и согласий на это не получили, хотя додиало по целому ряду проблем, возникающих и в экономической сфере, и в связи с действиями армии, и в связи с призывом весенним, проводится. Алексей Ильич, я знаю, Вы уже несколько дней находитесь здесь, в Вильнюсе, и, конечно, заметили, уже за эти несколько дней Верховный Совет Республики принимает все новые и новые законы. Говорят, он принял уже более 50 таких законотворческих актов. Как Вы можете их оценить с точки зрения юриста? Как юрист, я должен сказать, и это вытекает из решения высших законодательных органов страны, съезда и указов президента. Ведь общеизвестная норма в случае противоречия республиканского закона, а на сегодняшний день реалии таковы, что республика существует в составе Советского Союза, поэтому Конституция Союза СССР действует, и она обязательно к исполнению, и в случае противоречия между республиканским законодательством и союзным действует закон Союза СССР. Это общепризнанная норма, и здесь не может быть никаких других точек зрения. Но вот эта поспешная деятельность Верховного Совета Литовской ССР по принятию противоречащих Конституции и законов продолжается. Она достойна сожаления. Мне думается, для того, чтобы решать справедливо, разумно, и так как требуют жизнь возникшие проблемы, а они действительно возникли, их надо решать, и они будут решены, необходимо, конечно, вот в этой поспешной правотворческой деятельности противоречащей Конституции, остановиться, как и любому органу, принявшему незаконные решения, отменить их, и тем самым создать реальные условия для конструктивного решения всех возникших проблем. Но, безусловно, вот эта ситуация, которая в республике, и связанная с принятием ряда законов, она дестабилизирующе отражается на работе органов прокуратуры. А этого мы допустить не можем, потому что от этого будут страдать только интересы советских людей, интересы граждан Литовской Советской Социалистической Республики. В Доме Печати выходит свет центральной газеты Республики, за исключением, пожалуй, одной, газеты «Советская Литва». В эти дни это бывшее издательство Компартии Литвы практически круглосуточно окружено людьми. После вчерашнего пятичасового пребывания тут, на площади колонны милицейских машин, слухи обострили ситуацию. Кто-то утверждает, что по приказу из Москвы хотят силой закрыть все газеты и печатать одну, советскую Литву, орган ЦК Компартии Литвы на платформе КПСС. Другие говорят о фактическом захвате здания дружины Саудиса, что породил конфликт с внутренней милицейской охраной. Вот вместе с редактором газеты «Советская Литва» Асан Павловичем Гельбахом, у которого тут еще сохранился рабочий кабинет, мы решили увидеть все своими глазами. Хотя и не столь легким оказался этот путь. Ну да, наконец, мы внутри. Что обозначает эта повязка зеленая, скажите? Это повязка Саудиса. Круженики Саудиса. Круженики Саудиса, да? Не только Саудисом, а парламентом республики. Полномоченно нести здесь охрану, да? Да. Скажите, а откуда вообще вы? Студенты, кто это, рабочие? Разные. Я, например, студент, есть рабочие. Я тоже студент, но и работаю тоже. Сколько у вас человек, поскольку, говорится, они самые неимоверные слухи? Примерно 30 человек. Скажите, вот вам не мешает то, что существует и ваш пост, и пост вот добровольный, так сказать, рядом с дверями и в коридорах? Ну, как сказать, мешает, не мешает. Они в основном осуществляют здесь всю работу. То есть они вам в помощь, или? Ну, мы, наверное, помогаем друг другу. Не смущает вас, допустим, такая точка зрения, что это просто захваченная собственность КПСС? Я говорю, имею свою точку зрения, которую я могу отстаивать как человек, но эти дела собственности, во всяком случае, я думаю, что должны решаться не у нас и не на нашем уровне, а должны решаться, значит, на верхах, между двумя партиями, те, которые, значит, оспаривают эту собственность. Советская Литва, мы тоже согласны, коллектив тоже выразил такое, что если она будет зарегистрирована согласно нашему закону о печати, мы ее тоже найдем возможность печатать. Заключив с ней договор? Да. Впрочем, помимо оптимистических прогнозов главного инженера, послушали мы и печатников. Не смирился себе, знаете, что пусть выходит газета, я ничего против нее местена. Пусть мы выходим все. Делали бы? Я лично, я говорю, что я ни делать не буду, но пусть она выходит газета. Вы бы сейчас взялись за работу над изданием советской Литвы газеты? Нет. Нет. Но вы согласны с тем, что все равно даже в мире газет нужна альтернатива? Нужна, может быть, газета, которая не согласна и с вашей точки зрения? Надо. Вы будете заключать договор, так сказать, искать какие-то компромиссы, позволявшие бы вам здесь выпускать газету? Пока она прибывает из Минска? Дело в том, что это издательство принадлежит КПСС и построено на средства КПСС. Поэтому мы должны пользоваться приоритетом при издании партийной газеты. Я думаю, так оно и будет, я в этом убежден. Но пока, как видите, это очень трудно. Но неужели только сила, единственный аргумент, в общем-то, так сказать, силой ввести вас сюда? Было бы ли это для вас удобно? Я придерживаюсь позиции, что даже грубое слово – это слабый аргумент, а уж тем более сила – это совсем, так сказать, проявление слабости. С моей точки зрения мы должны подойти к действительной демократии, и тогда не возникнет никаких проблем. Практический путь? Практический путь – прямое президентское правление. Сегодня закончился 18-й тур первенства СССР по футболу. Изменений в группе лидеров не произошло. В Киеве местные динамовцы принимали футболистов вильнюсского Жальгереса и победили со счетом 3-1. Наверное, мы ждали, что Жальгерес окажет более серьезное сопротивление. Но неожиданно и удивительно легко киевляне переиграли защиту соперника. Вильнюсцы уступали хозяинам поля в элементарных единоборствах. Так были забиты два первых мяча Билановым. Со счетом 2-0 закончился первый тайм. Неожиданно началась вторая половина матча. Рац делает передачу. Вратарь Жальгереса Юркус не дотягивается до мяча, и Протасов делает счет 3-0. Но Жальгерес в отдельных моментах в атаке сыграл лучше, чем в защите. И гол престижа забил Якуба Ускас. Итак, 3-1 в пользу киевлян. Остальные результаты. Из сообщений в прессе и в эфире мы знаем, что на вчерашнем заседании президентского совета рассматривалась ситуация в Литовской ССР. Из довольно скупой информации ТАСС, конечно, трудно понять, как расшифровывать вывод, к которому пришли его участники. Принять меры экономического, политического и иного характера, направленные на защиту Конституции СССР. По-моему, звучит довольно угрожающе. И вот сегодня пресс-секретарь при президенте ССР Аркадий Масленников на брифинге с журналистами поставил, что называется, все точки над «и». Наш репортаж. Насколько я сумел понять из заседания, из высказываний президента, отказываться от курса на политическое урегулирование намерений нет. Но вместе с тем, совершенно очевидно, что и президент, и правительство Советского Союза обладают достаточными властными полномочиями для того, чтобы, если дело примет нежелательный оборот, принять и другие меры для защиты Конституции, защиты прав и интересов советских граждан. В целом же, я думаю так, что дело, так сказать, дальнейший курс зависит в основном от литовского руководства. Со стороны президента, со стороны правительства было проявлено достаточной доброй воли, и дело за нынешним литовским руководством откликнуться на это и вернуться на путь разума, то есть на путь прежде всего Конституции. Вчера в официальном сообщении о заседании президентского совета было сказано, что в отношении Литвы будут предприниматься экономические, политические и другие меры. Что конкретно имеется в виду под этим словом другие меры? Литовская ССР, как и другие республики Советского Союза, пользуется весьма льготными условиями снабжения энергоносителями прежде всего, другими видами сырья, которые как минимум в два раза дешевле, чем они стоят на мировом рынке. И одновременно, так сказать, настаивают на определенных преимуществах в других сферах. Ну, я могу только сказать, не знаю, какие правительства будет принимать в отношении меры, но предприятия в разных районах страны выражают тревогу и недовольство этим обстоятельством. Выражают неуверенность в том, следует ли, скажем, заключать контракты с партнерами Литовской СССР. На брифинге обсуждались и международные аспекты возникших проблем. В советском руководстве, в том числе и президент Горбачёв, положительно оценивает позицию Запада. А поскольку отдельные группы политиков, в том числе в Соединённых Штатах, в частности в Конгрессе, принимают резолюции, являющиеся вмешательством во внутренние дела Советского Союза, то такие попытки нашей страны решительно отвергаются. 41 человек, работники производственного объединения «Вильма» в городе Вильнюсе, направили Михаилу Сергеевичу Горбачёву письмо, в котором от имени рабочих и служащих промышленных предприятий Советской Литвы заявили решительный протест против вмешательства народных депутатов СССР из межрегиональной группы в их жизнь. В письме выражается мнение, что эти депутаты всячески поддерживают Саидис, который пытается расколоть страну. В письме также содержится требование ввести в Литве зону президентского правления. Отвечая на просьбу Дугласа Херда, Горбачёв изложил политику президента СССР по литовскому вопросу. «Не повезло Литве. Авантюрные действия нынешнего руководства могут дорого обойтись самому литовскому народу и Советскому Союзу и Международному миру», сказал Михаил Сергеевич Горбачёв. «Мы проявляем максимум политической доброй воли, хотя это становится делать всё трудней. Позиция наша совершенно ясна. У нас есть мандат третьего съезда народных депутатов СССР. Отменить его никто не вправе. Должно быть восстановлено положение по состоянию на 10 марта». Обязанность президента, как и в любой стране, защитить Конституцию, и это будет сделано, хотя именно из уважения к литовскому народу. Мы не хотим пустить по ветру также и то доброе, хорошее, что было накоплено за многие десятилетия совместной жизни. Проблемы федерации государства, федеративного государства и в современных условиях имеются не только в Советском Союзе. И попытки антиконституционным волонтаристским путём решать эти проблемы, как делают в Литовской ССР, плохой прецедент для всех государств федеральной или аналогичной структуры. Это наш сугубо внутренний вопрос, сказал Михаил Сергеевич Горбачёв. Но мы надеемся на понимание всех, кто привержен принципам законности и права. Прощаясь с Дугласом Хэрдом, Горбачёв просил передать свои приветы премьер-министру Маргарет Тэтчер. Выразил надежду на обстоятельные беседы во время её визита этим летом в Советский Союз. Присутствовали Эдуард Амрошевич Шварнадзе, послы Брейтвейд и Замятин. В Вильнюсе сегодня состоялся очередной пленум ЦК Компартии Литвы. В исполнении постановления предыдущего пленума, который объявил партийную дискуссию и решил ещё в нынешнем году созвать съезд Компартии Республики, образована комиссия по подготовке программных документов Компартии Литвы. Проекты документов должны быть представлены для открытого обсуждения в августе. Наше внимание приковано к событиям в Литве. Сегодня оттуда поступило много сообщений ТАСС. Вот некоторые из них. Комитет национального спасения Литвы выступил с обращением к Верховному Совету Республики и населению. В обращениях подчёркивается, что то, что произошло в Литве 8-11 января 1991 года, убедительно показывает, что власти республики пытаются обманом и демагогией сохранить остатки своего влияния. Они продолжают нагнетать обстановку в республике, подталкивать народ к конфронтации и открытому столкновению с советскими законами. В этих условиях, говорится в документах, Комитет национального спасения Литвы считает своим долгом взять всю полноту власти в свои руки, чтобы предотвратить экономический крах и братоубийственную войну, которой толкает руководство Верховного Совета Республики. Информационное агентство ЦК Компартии Литвы распространило среди журналистов текст следующего содержания. Вчера и сегодня в Литве распространяются слухи, что Бразаускас, бывший вице-премьер, ушедшего в отставку правительства, приглашен на встречу с президентом СССР, генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачевым. Как сообщили нам из компетентных источников, никаких приглашений со стороны Горбачева не было. Стали известны подробности о пострадавших во время беспорядков в Вильнюсе. В пятницу в больнице доставлены 8 человек. Один пострадавший с огнестрельным ранением. Утверждается, что он получил его случайно. Пуля от предупредительного выстрела рикошетом попала в него. Один с повреждением тазобедренных костей. В остальных имеются ушибы различной степени. В рядах ОМОНа Литвы произошел раскол. Отряд из 150 человек во главе с начальником штаба ОМОНа, капитаном милиции Макутыновичем. Добровольно вышел из подчинения МВД Литвы и будет выполнять только приказы МВД СССР. Вот после этого сообщения я хочу предоставить слово нашему специальному корреспонденту Дмитрию Берякову, который буквально 2 часа назад прибыл из Вильнюса. Пожалуйста. Добрый вечер. Действительно, еще несколько часов назад я ехал по улицам Вильнюса на машине. Мимо площади перед Верховным Советом, вы ее уже знаете по нашим репортажам, там по-прежнему стояли и сторонники Ландсбергеса, и те, кто выступает против нынешних властей. Сегодня выходной, но сторонников Ландсбергеса было меньше, чем в будние дни. Здания телевидения и радио по-прежнему окружены достаточно многолюдными пикетами. У дома печати стояла бронетехника, но скопления людей я не видел. Было еще несколько точек в литовской столице, по которым можно судить о том, что напряженная ситуация еще далеко не пройдена. Но в целом на улицах было спокойно и достаточно многолюдно. Конечно, я не возьму на себя смелость подвергнуть сохраняющейся в Литве ситуацию подробному анализу. Но тем не менее, за неделю пребывания в Вильнюсе у меня накопилось достаточно впечатлений. Во-первых, нынешний состав парламента под руководством Ландсбергеса и новый кабинет министров в целом, пожалуй, уже не контролирует развитие событий. Да, у нынешних властей есть достаточное количество сторонников. Но если часть из них под влиянием националистических идей преданы фанатически, то другие попали под влияние открытой демагогии и неправильно понятого чувства национального достоинства. До самого последнего времени социальный конфликт многие средства массовой информации пытались перевести в межнациональное русло. Но ведь в забастовках в эти дни, я сам это видел, участвовали и русские, и литовцы, и поляки. И недовольны многократными действиями нынешней власти тоже люди разных национальностей. Среди них и, собственно, литовцев немало. Сейчас положение осложнилось тем, что многие средства массовой информации Литвы пытаются создать новую пропагандистскую ситуацию. Умело создается впечатление, что законную власть республики, поддерживаемую большинством жителей, якобы пытаются свергнуть оккупационные силы. Для того, чтобы очернить советскую армию прибегают иногда к совершенно недопустимым методам. Это взвинчивает людей. Было много разговоров о танках на улицах Вильнюса. Профессионально умело накал страстей был поднят после того, как некоторые объекты в Вильнюсе были взяты под охрану десантниками. Конечно, появление десантников далеко не самое приятное в жизни. В конфликтах были пострадавшие, вы только что слышали об их количестве. Это тоже плохо. Но, тем не менее, нельзя переставлять местами причины и следствия. Кстати, во многом нагнетание этого искусственного пропагандистского конфликта, во многом виновата законная власть, которая настраивает против армии. И это еще, кстати, рассчитано на экспорт. Сегодня я проезжал мимо здания Совета Министров. Там стояли пикетчики, они поставили плакаты, которые направлены против советской армии. И эти плакаты были на английском языке. Выводы вы можете сделать сами. Мы сейчас уже привыкли к таким словосочетаниям, как война суверенитетов, война бюджетов. Но я видел в Вильнюсе и войну информации. Многие органы печати, прежде всего телевидение и радио Литвы, на словах выступая за плюрализм, крайне односторонне и тенденциозно освещают события. Зато наотмашь бьют за любую, не совпадающую с ними точку зрения. В эти дни практически каждый наш репортаж из Вильнюса очень предвзято комментировался в местной телевизионной панораме, которая идет сразу за программой «Время». И в заключение я хочу сказать, что недооценивать сложности ситуации в республике нельзя. Ведь причины, приведшие к социальному конфликту, не устранены. Продолжаются забастовки. Наверное, новому кабинету придется повысить цены, поскольку не устранена первооснова создавшейся ситуации – сепаратизм, насилие над экономической целесообразностью, грубый разрыв сложившихся экономических связей. И очень важно, чтобы в этой взрывоопасной ситуации все понимали свою ответственность, всю меру ответственности за будущее республики. Это должны прежде всего понять те, кто сегодня стоит у руля власти. Они должны понять, что никакие личные амбиции не сравнимы с ответственностью за судьбу народа. Благодарю вас за рассказ. В Литве находится Николай Никитович Слиньков. Проблемам ускорения научно-технического прогресса перестройки в экономике Литовской ССР была посвящена встрече товарища Слинькова с группой ученых, плановиков, руководителей предприятий в Центральном комитете Компартии Литвы. Николай Никитович Слиньков отметил, что Литовский ССР, где его условия к перестройке экономики развивается опережающими темпами, одна из первых среди союзных республик в порядке эксперимента будет переходить на республиканский ход расчет. В будущем намечается усилить экономическую самостоятельность и других регионов страны. Ожидается, что это будет способствовать значительному повышению заинтересованности регионов в результатах известной деятельности. Однако, как отмечали выступающие, переходу к экономической и самостоятельности не только республике в целом, но и отдельных предприятий, все еще мешает упорное нежелание некоторых союзных ведомств отказаться от командных методов управления. Необходимо решать проблемы рынка, ценообразования и многие другие. Николай Никитович призвал к объединению усилий ученых и специалистов для всестороннего глубокого изучения непростых проблем регионального хозрасчета, проявляя при этом желание понять все доводы и аргументы, стремление выявить баланс интересов. Во второй половине дня товарищ Сленков побывал на крупнейшем отрасли в Вильнюсском заводе «Сверл». Беседовал с рабочими об условиях их труда и жизни, интересовался техническим творчеством новаторов, прямыми связями предприятия с иностранными фирмами. Новый международный фольклорный фестиваль Балтика, получивший свое рождение в минувшем году в Вильнюсе, пришел в столицу советской Латвии. Идут в красочном ликующем шествии этнографические ансамбли «Латыши» жители русского севера, эстонцев, литовцев, белорусов, испанцев, шведов, немцев, норвежцев, болгар, поляков, ставшие участниками международного фольклорного фестиваля «Балтика-88». Нынче Рига, хозяйка этого чудесного праздника, и эмблемой, символом его, стал древний мифологический знак народа Латвии – дерево Аустры, дерево мира, в ветвях которого по народной песне на кокле, старинном музыкальном инструменте играло солнце. Свыше 1400 энтузиастов, приехавших из дальники близких стран, встретились в эти дни в латвийской столице, чтобы в песне и танце своего народа рассказать о его судьбе, традициях, чаяниях и надеждах. Из древля, передаваемой из поколения в поколение, народная песня была духовной наставницей, воспитателем, учителем нравственности и отражала жизнестойкость, поэтичность и свет души народа. И сегодня, как видим, разноязыки мир людей сближает, объединяет народная песня, народный танец, родившийся тысячелетия назад. В духовной сокровищнице Латвии полтора миллиона народных песен. Их трепетно и верно берегут поколения. В республике свыше стаят на графических и фольклорных ансамблей, которые унаследовали традиции своего края и развили их. И сейчас вместе с гостями выступают на площадях, двориках, улочках Риги, превратившихся в концертные залы под открытым небом, ансамбли из латышского села Гуденеки, непревзойденные импровизаторы сатирических текстов и юные наследники векового творчества нации фольклорный ансамбль «Аусы Клитис». Возраст певцов от трех до девяти лет. В программе праздника выставки народного творчества, фестиваль любительских фильмов, многочисленные концерты. Вот такие, когда весь город и благодарный зритель, слушатель и вместе с исполнителями поет и кружится в веселых танцах. Но мне кажется, что в баскетболе пытаются найти новые организационные формы для привлечения зрителей на стадионы. И кроме того, пусть еще не так много, но тем не менее, в нашем мужском баскетболе уже появились яркие игроки, на которых специально зрители приходят посмотреть. Так, например, Шарон Марчелёнис из Вильнюса во многом благодаря ему статиба выиграла сегодня у ЦСКА 97-69. Сегодня в Литве начались дни литературы и искусства Горьковской области. Цветы, улыбки, крепкие рукопожатия, традиционный танец, кребетские, все для дорогих гостей. В годы Великой Отечественной войны тысячи литовцев нашли друзей в Горьковской области. Там начала свой боевой путь литовская дивизия советской армии. Бывший боец дивизии, нынеизвестный поэт, лауреат ленинской премии Эдуардо Смежелайтис писал об этом суровом времени. Нас Волга приютила, накормила. В час Грозный стала матерью родной. Участники праздника дружбы пришли на площадь Ленина, чтобы выразить свое глубокое уважение вождю революции, открывшей широкий путь к братству народов. К названию любого из прибивших художественных коллективов горьковчан вполне подходят слова популярный, широко известный. Среди них симфонический оркестр филармонии, ансамбль старинной музыки, нижнегородские лошкары, хоровая капелла мальчиков. Почти целая неделя в Неманском крае будет наполнено встречами, песнями, музыкой с берегов Волги. Дни культуры и искусства – это новый шаг на пути взаимообогащения национальных культур. А сейчас, сейчас я уточню режиссера. Можно давать, да, репортаж? Итак, сейчас репортаж, которого мы все ждем, репортаж из Вильнюса. Ночь прошла в Вильнюсе без эксцесса. Тревожные прогнозы о возможных беспорядках, ведь тысячи и тысячи людей вышли на улицы города проститься с погибшими согражданами, к счастью, не оправдались. Сегодня в Вильнюсе внешне все спокойно. Не звучат на улицах города выстрелы, но без умолку трезвонят в домах и партийных комитетах телефонов. Недаром говорят, что злые языки страшнее пистолета. Что должны испытывать люди, которых без конца запугивают, шантажируют, оскорбляют? Из потока последних сообщений. Шауляйский район. В совхозе Раудинай секретарю парткома и его семье грозили смертью. Заставили подать заявление о выходе из партии. Утянский район. Непрекращающиеся угрозы вынудили секретаря райкома скрываться семьей в военкомате. Да что там говорить о коммунистах, инакомыслящих, не разделяющих точку зрения парламента и его председателя, если даже в адрес бывшего премьер-министра Литвы, беспартийной Казимеры Пунскине, как выяснилось на сегодняшней пресс-конференции, ставшей сенсацией дня, тоже звучат угрозы. Это правда, что вы вчера обратились к министру внутренней литвы с просьбой о выделении вам аккаун? Да, это правда. Потому что меня угрожают физические распады. Та же трибуна, конкретно в лицее Антана Сатяляска, сображена мини-лицей, которые звонят по телефону. И при том распространяются листы, которые формируют версию предательства. Каждый день выходит по новому листку, который распространяется вокруг депутатов, то есть среди депутатов, среди обороны, которые находятся в парламенте, а также вокруг земли. Комитет национального спасения предложил департаменту охраны края распустить вооруженные формирования. В ответ парламент республики принял постановление о создании добровольческой литовской армии. Ее цели – обеспечивать безопасность, поддерживать порядок, охранять важные государственные и хозяйственные объекты. Вильнюсская телебашня без сомнения принадлежит к числу таких объектов. Сегодня мы побывали здесь. Десантников, охранявших башню, сменили внутренние войска. Эти солдаты и офицеры, так же, как и их предшественники, прибыли сюда по приказу, который, как известно, в армии не принято обсуждать, принято выполнять. И они добросовестно выполняют приказ, несут круглосуточное боевое дежурство. В здании телебашни повсюду следы боя, разрушений, разбитые окна, двери, мебель. Они соседствуют вот с такими нетронутыми, почти идиллическими райскими уголками. Солдаты занимаются горкой, и в этих больших мешках они переносят не тела убитых, такие предположения звучали с трибуны парламента, а обычный мусор. То, что вы видите сейчас, не подготовка к выстрелу. Оптический прицел играет роль подзорной трубы или, скажем, бинокля. Солдаты наблюдают за снайперами, которых, как они утверждают, уже не раз видели на крышах соседних домов. Как бы то ни было, выстрелов ни с той, ни с другой стороны, слава богу, пока нет. Не думаю, что подобное времяпрепровождение предел желания этих парней. С большим удовольствием они могли бы, например, послушать музыку, а не нацадный рёв двигателей БТРов и не проклятие пикетчиков. Башня работает. Вильнюс смотрит и первую всесоюзную, и свою собственную телепрограммы. В киосках можно купить не только республиканские, но и центральные газеты. Их, а также ТАСС и центральное телевидение упрекают в необъективной, предвзятой трактовке событий в республике. Попробуем разобраться только в одной ситуации. Много говорят и пишут о подполковнике Тарханове, который призвал военных не служить агрессии. В некоторых средствах массовой информации появилось сообщение, что его призыв якобы возымел действие. 16 января в программе «Время» прозвучала информация из пресс-центра Министерства обороны. В ней со ссылкой на командование вильнюсского гарнизона говорилось о том, что подполковник Тарханов не числится в списках личного состава гарнизона, и ни одного факта отказа военнослужащих от выполнения своих обязанностей не было. Оппоненты утверждают, что это ложь. Их аргументы. Подполковник Тарханов существует и даже выступал вчера на сессии Верховного Совета Литвы и повторил свое заявление. Что же произошло на самом деле? Мы решили провести собственное расследование. И вот что выяснилось. Есть такой подполковник Владимир Иванович Тарханов. Но он действительно не значится в списках личного состава вильнюсского гарнизона. Дело в том, что он работает военпредом на одном из оборонных заводов. Случаев же невыполнения приказов среди военнослужащих действительно не зафиксировано. Таким образом, сообщение пресс-центра Министерства обороны, переданное программой «Время», абсолютно правдиво. Не стоило бы, вероятно, так долго распространяться о ситуации с подполковником Тархановым, если бы в ней, как в капле воды, не отразился бы принцип наших оппонентов. Не аргументы, а навешивание ярлыков, не факты, а эмоции. Лучше понимать друг друга, не подливать масла в огонь. Это необходимо сегодня и журналистам, и главным политикам, ведь обстановка остается напряженной. Верховный Совет Литвы сегодня принял постановление о проведении всеобщего опроса населения. Согласно документу, гражданам Литвы и жителям, имеющим в соответствии с законом о гражданстве право на гражданство Литовской Республики, предстоит ответить на вопрос, одобряют они или нет положение готовящейся новой Конституции Республики. Литовское государство является независимой Демократической Республикой. Проведение опроса поручено правительству, самоуправлением, избирательной комиссией Литовской ССР и избирательным комиссиям городов и районов. Республиканская избирательная комиссия обязана до 15 февраля определить порядок и термины организации и проведения этого опроса. Председатель Совета Министров Литвы Казимира Прунскине вчера провела пресс-конференцию в московском аэропорту. Вот как выглядит это событие и возложение агентства Рейтер. Прунскине заявила, что США отказались предоставить ей возможность посетить эту страну в будущем месяце и дали понять, что это связано с советско-американской встречей в Верхах. Прунскине подчеркнула, что через неделю она намеревалась посетить США, однако виза ей предоставлена лишь с начала июня. Премьер-министр отказалась разъяснить, почему, по ее мнению, была отложена ее поездка, сказав лишь сопоставьте даты, подумайте, что происходит в мире и вам все станет ясно. Прунскине сделала остановку в Москве после поездки в Норвегию, Даню и Швецию, в ходе которой она стремилась добиться поддержки независимости, провозглашенной Литвой 11 марта в одностороннем порядке. Через неделю мы намеревались отбыть в Канаду, а затем в США, однако нам было отказано визе временно на 20-30 дней, сообщила Прунскине, которая явно была недовольна. Так пишет корреспондент агентства Рейтер. Судя по всему, в ходе неофициального визита Прунскине в ряд зарубежных стран, вопрос о экономической помощи Литве там никто вплотную рассматривать не собирался. Подчеркивалось, что поставки нефти в Литву могут осуществляться только частными компаниями по ценам мирового рынка. А вот только что полученный нами видеосюжет из Соединенных Штатов. Сегодня президент Буш встретился с лидерами Конгресса США, пока мы не получили официальных документов об этой встрече. Однако, по сообщениям зарубежных агентств, на ней мог рассматриваться вопрос о возможных экономических санкциях против Советского Союза в связи с положением в Литве. Однако, оставим в стороне цели зарубежных поездок членов нового литовского руководства, взявшего курс на сепаратизм, обратимся к жизни самой республики. Что там происходило сегодня? Рассказывают наши специальные корреспонденты. Сегодня, впрочем, как и в предыдущие дни, Литва живет заботами, связанными с решением прекратить поставки нефти и сократить поставки газовую республику. Внешне это проявляется правда лишь в очередях на бензоколонках, да в том, что на улицах стало меньше машин. В остальном Вильнюс живет обычной повседневной жизнью. Напряженный ритм начинаешь ощущать, раскрыв местные газеты. Кстати, это едва ли не самый большой дефицит в столице республики, если, конечно, не считать топлива. Вчера прекратила работу Можейский нефтеперерабатывающий завод. С 24 апреля ужесточен порядок распределения некоторых нефтепродуктов. Теперь бензин не будут получать водители машин профсоюзов, ДОСААФ, спортивных организаций, комитетов партии и комсомола, еще некоторых общественных организаций. Для другого служебного легкового транспорта выделяется лишь 10 литров бензина в сутки. Автолюбителям придется довольствоваться 30 литрами в месяц. Трудности испытывают практически все промышленные предприятия республики. Завод экрана с кинескопой из трех плавильных печей для кинескопов уже две печи только на существование оставлено, на подогрев. Одна печь, значит, 30% мощности осталось. цементный завод Акмянский. У него мазута имеется только на 5 суток. Значит, он будет работать на полумощности на 10 дней. Вот на полумощности он будет поставлять какую-то часть только цемента в страну. Пути выхода из кризиса ищут Верховный Совет Республики, заседающая каждый день комиссия Совмина Литвы по регулированию экономического положения. Ее возглавил Альгердес Бразаускас. В целях экономии сокращено количество рейсов автобусов. Литовское телевидение прекратило с сегодняшнего дня дневное вещание. Не транслируется днем и вторая программа центрального телевидения. Некоторые надежды здесь связывались с визитом премьер-министра Казимиры Прунскини в скандинавские страны. Вчера поздно вечером она вернулась в Вильнюс. Всегда оптимистично настроенная премьер сказала, что, конечно, не привезла нефти в своем чемодане, но поездка была успешной. Например, в одном из банков Швеции открыт счет в помощь Литве. Напомню, что по подсчетам комиссии Бразаускуса республики нужно 5 миллионов долларов в день только на топливно-энергетические расходы. Так что решение экономических проблем Литвы лежит в области политики. Сегодня в Вильнюсе под председательством премьер-министра республики Казимиры Прунскини прошло заседание правительства республики, на котором решались некоторые кадровые вопросы, а также проблемы в хозяйственной политике. В перерыве заседания началась кампания вручения временных удостоверений граждан Литовской республики. Согласно принятому 19 июня постановлению Верховного Совета Литвы о порядке применения статей 7 и 35 о гражданстве Литовской республики, разъяснено, что лицо, приобретшее гражданство Литовской республики, считается утратившим гражданство другого государства. Конечно, имеется в виду гражданства Советского Союза. Как известно, камнем преткновения в отношениях между Литовской республикой и руководством Советского Союза стали акты независимости, провозглашенные Литовским парламентом. Неделю назад правительство Казимира Прунскени предложило Верховному Совету Литовской ССР объявить ввести мораторий на эти акты независимости на время проведения переговоров литовского государства с руководством Советского Союза. Однако Литовский парламент отверг эти предложения, отнесся к нему негативно. Большинство членов парламента, поддержанные общественным движением САЮДИС, объявили эти акты неприкосновенными. Пока же обсуждение этого вопроса продолжается в комиссиях Литовского парламента. В то же время администрация президента Буша не хочет занимать определенную позицию в вопросе предоставления Советскому Союзу режима наибольшего благоприятствования и ставят его в зависимость от исхода событий в Литве. По мнению газеты Ньюс Дэй, Литву не следовало превращать в важный фактор советско-американских отношений. Торговые отношения не могут зависеть от любой национальной проблемы в Советском Союзе, подчеркивает газета. Но надо признать, что межнациональные отношения по-прежнему остаются острейшей проблемой в нашей стране. Досрочно сдан в эксплуатацию магистральный газопровод Минск-Вильнюс. Можно сказать без преувеличения, что это событие коснулось каждого из нас, жителей Литовской СССР. Новый поток голубого топлива поступает к нам на смену мазуту и каменному углю. И кажется, что уже сегодня легче дышится в Вильнюсе, чем вчера. Да, и не только здесь. К новой магистрали подключены тысяч километров трубопроводов, проложенных ко многим городам и сельским районам. С выходом магистрали на полную мощность Литва получит возможность почти в два раза увеличить потребление газа из недр сибирской земли. Сейчас, когда республика готовится к переходу на хозрасчет, особенно важно по-хозяйски относиться к этому богатству. Одним из первых к новому газопроводу будут подключены крупнейшие потребители топлива электростанции. Образуется то, что поработает с каждым членом КПСС, который должен самостоятельно каждый определится, принимает он эту программу или нет, и после чего может быть создана, образована компартия Эстонии, самостоятельная, работающая на других принципах КПСС, нежели до сих пор. Сегодня сессия Верховного Совета Литвы продолжила работу. Пленарное заседание началось выступлением председателя Верховного Совета Ландсбергиса о политическом положении. Затем депутаты продолжали формирование Кабинета Министров. Министром культуры и просвещения утвержден 28-летний Дарюс Колес, ранее работавший на кафедре литовского языка и литературы Вильнюсского университета. В повестку дня сегодняшних заседаний дополнительно включен вопрос о мерах по обеспечению нормальной работы предприятий, учреждений и общественных организаций. Сейчас вы увидите репортаж наших корреспондентов из Литвы. Конечно, он позволит вам составить себе представление и потом вы узнаете какую позицию занимает Франция относительно провозглашения независимости Литвы. Об этом заявил Франсуа Метеран, президент Франции. И мы ожидаем еще один репортаж. Это Каунас, второй по значению город Литвы. Здесь нам, небольшой группе советских журналистов, удалось встретиться и побеседовать с генерал-полковником Ачаловым, командующим воздушно-десантными войсками. Что сейчас происходит? Уйдут учения, говорят? Или какие-то специальные предпринимаются передвижения войск? Да, это идут самые обыкновенные плановые учения, идет плановая боевая подготовка, каких-то дополнительных программ по наращиванию группировки войск, этого ничего нет. Просто сейчас кое-кто на этом спекулирует. Как мы узнали, сейчас каждый день несколько десятков солдат и офицеров воздушно-десантных войск совершают на вертолетах облеты границ Литовской Республики, в связи с тем, что все больше и больше сигналов о том, что так называемые силы охраны края, сформированные с Айдюсом, в обход закона устанавливают там новые пограничные знаки. Вернувшись в столицу Республики, мы обнаружили солдат около здания Вильнюсской высшей партийной школы. Здесь разместились сторонники Коммунистической партии Литвы на платформе КПСС. И в городе серьезно опасаются, что здесь возможны беспорядки. Другие общественные здания и улицы патрулируют сотрудники милиции. И, к сожалению, это говорит не об элементарном разделении функций, а только о том, что взаимное недоверие по-прежнему еще очень велико. Президент Франции Миттеран выступил по французскому телевидению. Он, в частности, изложил позицию Франции относительно провозглашения независимости Литвы. Высказав мнение, что право Литвы на суверенитет не может быть подвергнута сомнению, Миттеран вместе с тем отметил, что Литва это неотъемлемая часть Советского Союза. Я могу представить себе, насколько сложны проблемы, ставшие перед советским руководством. Наша роль в этом деле не подливать масла в огонь, заявил президент Франции. Сегодня в Вильнюсе состоялся пленум Центрального комитета Компартии Литвы, КПСС, обсудивший вопросы проведения второго этапа съезда Компартии. Пленум принял решение на втором этапе съезда избрать на основе рекомендаций партийных организаций республики делегатов на 28-й съезд КПСС обсудил организационные вопросы. Второй этап форума литовских коммунистов намечено провести 2 июня. Наступает пора решающих матчей в европейских баскетбольных кубковых турнирах. В кубке-ранкете играют два советских клуба, обе команды выступят в полуфиналах. Соперницами Динамо Киева будут баскетболистки Праги, ленинградская команда Электросила сыграет с итальянской Деборой из Милана 10 и 17 февраля, а решающий матч за кубок-ранкете 3 марта в Греции. Музские клубы в Олимпийском году не выступают в этих популярных соревнованиях, у них другой турнир. Возобновились отборочные матчи чемпионата Европы 1989 года. Он сейчас проходит по новой формуле. Советские баскетболисты лидеры в своей подгруппе и завтра проведут матч с командой Польши. По две лучшие сборные из четырех подгрупп продолжат борьбу на втором этапе. Проблема резерва одна из основных в нашем баскетболе и решать ее наверное нужно так, как это делают в Литве. Репортаж о мини-баскетболе, который я предлагаю вашему вниманию, я вела вместе с олимпийским чемпионом Модестасом Паулаускасом мастерство демонстрируют шести-семилетние мальчишки из местечка Вичинай. Посмотрите. В Литве баскетбол это спорт номер один а сейчас у вас все новые и новые формы вот сто матчей сыграно между Вильнюсом и Гаунасом причем играют и 70-летние и говорят, что центрового в детском саду можно встретить даже с соской во рту так ли это? Да, это у нас очень популярно играют дети которые уже рождаются у нас с баскетболистами Скажите, а вот семейные игры ведь первенство вы по-прежнему чемпион теперь уже представитель семейной команды кто у вас играет? Мы играем три брата и наши сыновья вот и мы уже 9 лет уже выиграем первенство в нашей републике кстати проходит это первенство семейных команд это сначала проходит под группах это команд где-то наверное под 40 У нас сейчас проблема в нашем баскетболе это проблема смены проблема резерва проблема детского баскетбола и вот если так поставлено у вас смотрите совсем маленькие как они свободно обращаются с мячом наверное это очень хорошо нам нужны яркие игроки нам нужны звезды из всех мальчишек которых мы сейчас смотрим я думаю что это и будущие паулаусковцы и будущие сапоницы и наверное будущие марчелёницы очень хочется чтобы так хотелось бы пожелать этого смотрите как провожаете их зрители и речь идёт о незасчитанном судьями броске киевлянина Александра Волкова на последней секунде второго суперфинального матча в Каунасе при счёте 87-87 и всё же этот бросок оказался в итоге золотым на сегодняшнем заседании после бурной дискуссии просмотра видеозаписи президиум большинством голосов удовлетворил протест бросок был засчитан результат дополнительной пятиминутки аннулирован и таким образом киевляне выиграли оба суперфинальных матча и впервые завоевали золотые медали чемпионов страны во второй половине дня товарищ Хонекер прибыл в Магнитогорск по железнодорожной морской переправе СССР ГДР перевезено 5 миллионов тонн грузов чётко уверенно ведёт капитан в акватории Клайпетского порта прибывший из Мухрана паром с двумя железнодорожными составами на борту также без задержки судно подошло бы к причалу и в густой туман и в ночное время безопасный путь указывает лазерный луч на современном мировом уровне и управляемые при помощи ВМ подъёмного переходные мосты позволяющие в рекордно короткое время за 3-4 часа осуществить выгрузку и погрузку да и скорость доставки другая если послуху через Польшу товарные поезда находятся в пути 4-6 суток то по морю менее 20 часов прибившие сюда для изучения опыта болгарские представители переправы Ильичо-Скварна сразу заметили что не только благодаря технической оснащённости новая морская магистраль работает производительно здесь мы увидели организация на высшем уровне применение электронно-вычислительной техники диспетчерская связь разного рода и прямая связь прямо с нашими товарищами с вашими товарищами в ГДР так что организация это очень важная вещь достижение высокой эффективности мы в этом убедились и мы попытаемся всё хорошее что можно у вас взять и применить у нас на линию клайпедом у кран кроме четырёх уже работающих станут ещё два парома тогда она будет способна за год обработать больше грузов чем обработано с начала эксплуатации но при одном условии если смежники это внешнеторговые организации железнодорожники и моряки СССР и ГДР постоянно обеспечат ритмичную и полную загрузку паромов А этот сюжет уже рассказывает о матче чемпионата страны по футболу Жальгерис показывает хорошую игру в нынешнем сезоне и сегодня имел преимущество в игре против металлиста В первом тайме Нарбековас получил хороший пас чуть опередил вратаря и счёт был открыт Затем молодой Квилюнос только в этом сезоне закрепился он в основном составе но уже достаточно заметен на площадке забил свой мяч не первый в нынешнем чемпионате Харьковчане сумели отквитать гол во втором тайме после удара Тарасова но Жальгерис не допустил большего и выиграл 2-1 и сейчас имея 11 очков в числе лидеров столько же у Зенита победившего сегодня Кайрат 2-1 две ничьи зафиксированы во встречах локомотива с Торпедой и Арарата с Днепром соединяющим счётом 2-0 динамовцы Тбилиси выиграли у Шахтёра а не в Чи у Черноморца